Аграрный университет не первый в Иркутске, оказавшийся в центре образовательного скандала. Хронология закрытия вуза в следующем материале. Масштабные проблемы в сфере высшего образования региона начались в 2012 году. Вскрыл их мониторинг эффективности государственных вузов. Деятельность разу четырех учебных заведений вызвала вопросы у Министерства образования и науки России. Отстоять право продолжать работу под прежней вывеской смогли не все. Восточно-Сибирская академия образования вошла в состав ИГУ, а бывший НИАС перешел под крыло Московского лингвистического университета, став его филиалом. Лихорадить вузы областного центра перестало, но лишь на время. В 2015-м настал черед Сибирской академии права экономики и управления. Ее образовательная программа не соответствовала стандартам преподавания. У заведения отозвали лицензию, студентов перевели в другие вузы. Но одним из самых громких случаев стало расформирование теперь уже филиала Московского лингвистического университета. Большинство специальностей оказались не аккредитованы. Весной 2016-го вуз прекратил свое существование. В его здании сейчас обучаются студенты госуниверситета. Алена Полоненко, новости по будням.